Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов и сегодня я приготовил для вас партию Яна Кшиштова Дуды против Шахьяра Мамедьярова, сыгранной на турне New Inches Classic. В этой партии Дуды начинают ходом d2-d4, Мамедьяров выводит коня на f6, пока все начинается по классическим образцам и здесь Мамедьяров подрывает центр ходом c7-c5. Дуды задвигает центральную пешку и в этой позиции черные чаще всего размениваются на d5, потом ставят пешку на d6 и получается позиция из модрым Беноне. Но эта партия характерна тем, что здесь Мамедьяров применил редкую для турниров такого уровня гамбитную идею, так называемый гамбит Блюменфельда. Он играет b7-b5, подставляя пешку под бой. Ну что ж, белые принимают вызов, они забирают пешку на e6 и потом забирают пешку на b5. У белых лишняя пешка, но черные занимают центр и готовы быстро закончить развитие фигур. Пока что Дуды поменяет план с фианкета королевского слона. Черные поддают еще одну пешку, выводят коня на c6, слон выходит на g2, стороны заканчивают развитие. Здесь я хочу обратить ваше внимание на ход слон e7. Чаще всего в этой позиции ставят слона на поле d6. Это развитие кажется более логичным, но здесь слон упирается в пешку на поле g3 и не так хорошо играет. Несколько мешает своим фигурам, поэтому обращаю ваше внимание, что гроссмейстер Мамидьяров ставит слона именно на поле e7. Что ж, короткая рокировка, короткая рокировка. Белые заканчивают развитие фигур, черные отыгрывают одну из пожертвованных пешек и b2, b3. Последняя фигура развивается на большую диагональ. И здесь белые готовы начать контр-игру против ослабленной пешки c5. Ферзь e8 играет Мамидьяров. И в этой позиции у белых есть несколько хороших планов развития событий. Прежде всего скажу, что ход ладья c1, который сделал в партии Янгшиштабдуду, наверное, не самое точное продолжение. Хотя выглядит вполне логичным. Вместо этого хода был план, связанный с ходом a4. И следующим ходом белые устанавливают своего коня на поле b5, невзирая ни на что. Например, даже на ход ладья b8, конь идет на b5. И кажется, что черные отыгрывают пешку. Но не тут-то было. Сначала слон h3, нападая на слабую пешку e6. Потом ладья забрасывается на шестой ряд. И в этой позиции фигура белых развивает страшную активность. А вот как раз черные фигуры находятся в несколько подвешенном состоянии. Постоянно они под прицелом белых фигур. И объективно здесь у белых очень хороший игровой перевес. Ну и второй план в этой партии заключается в том, чтобы атаковать пешку c5. И лучше всего это было начать не с хода ладья c1, как сыграл Дуда, а с хода конь a4. Немедленно. Начиная нападать на пешку. И теперь, если черные играют конь e4, то находится ход конь d2. Обратите внимание, что пешка на f2 защищена ладьей. Поэтому у черных нет ничего лучше, чем вернуться конем назад. И теперь уже после ладья c1 видно невооруженным глазом, что пешка c5 является серьезной слабостью в позиции черных. В общем, были два таких плана. Дуда избирает второе продолжение, но немножко меняет порядок ходов. Вначале он играет ладья c1. Черные играют ферзь h5. И здесь мы начинаем замечать разницу. Что если сыграть в этой позиции конь a4, нападая на пешку, то черные устанавливают своего коня в центре. И здесь уже у белых нет хода конь d2, поскольку пешка e2 неожиданно оказывается под перекрестным нападением черных фигур. Именно из-за этого Дуда делает ход ладья e1, защищая пешку на e2, уходя от прострела черного слона по диагонали. Возможно, где-то готовит продвижение e2, e4. Но у этого хода есть тоже свои минусы, а именно ослабление пешки f2. И давайте посмотрим, как Мамедьяров виртуозно использует плюсы своей позиции. Он ставит ладью на d8, прямо напротив белого ферзя. Дуда следует своему плану, играет конь a4, нападая на пешку c5. Черные загружают коня в центр, попутно защищая пешку. И мы видим, что вновь нет хода конь d2, поскольку пешка f2 теперь оказывается под двойным нападением. Поэтому играет белый слон a3, все так же усиливая давление на пешку c5. Ну и в этой позиции Мамедьяров должен был сыграть d5 d4. Это наиболее амбициозное продолжение, защищая пешку на c5 ферзем и захватывая еще больше пространства. Но Мамедьяров соблазняется очень красивой идеей, которая объективно имела провержение. Он играет конь e5. Ну что ж, белый смело забирает пожертвованную пешку и конь g4. Вот она идея Мамедьярова. Черные кони готовы атаковать. Ослабленное поле f2, поэтому черные расстаются с фигурой. Забирает дуда на e7, у него уже слон и две лишние пешки. Кроме того, этот самый слон создает двойной удар на обе черные ладьи. Но не тут-то было. Ладья бьет f3. Мамедьяров подбрасывает в печку атаки еще одну катку. И здесь уже серьезно грозит мат с ферзем с поля h2. Например, нельзя бить слонов на f3. И просто ферзь бьет h2 шах и ферзь бьет f2 мат. Также по той же причине нельзя бить на f3 пешкой. На этот раз слон включается в игру. И просто ферзь забирает на h2 с немедленным матом. Нельзя бить ладью на d8. Все по той же причине. Страшная атака после ферзь бьет h2 и ладья btf2 мат. Что же делать белым? Пытается дуда защититься ходом слон h4, перекрывая слоном линию h. Но это оказывается решающей ошибкой. Черный забирает пешку на f2. Белый забирает на e4, снимая одну атакующую фигуру. И пользуюсь таким образом связкой по линии d. Но здесь просто ладья начинает господствовать по обжорному ляду. Средает одну пешку. Потом уничтожает слона. Белый разменивает все атакующие фигуры. Но ферзь очень страшен. И играя d4, черные готовы подключить к атаке слона по большой диагонали. Белый препятствует такой возможности ходом конь c5. Берут они поле b7 под защиту. Но теперь следует шаг в поле g4. И в этой позиции дуда складывает оружие. Нельзя отходить королем на линию f. Из-за мака ладьей с поля f8. А если король отходит на линию h, например на поле h2, то следует ход ладья d5. И по пятому ряду эта ладья вместе с ферзем ставит белым линейный мат. Очень красивая атака азербайджанского гроссмейстера. Но давайте все-таки посмотрим, где польский гроссмейстер Янгши, чтобы дуда мог защититься в этой позиции. Объективно позиция у него не так плоха. И здесь вместо хода слон h4, какой был сыгран в партии, нужно было холодно сыграть h3. Уводя пешку из-под боя, черные забирают пешку на f2 ладьей. И здесь опять один единственный ход спасает белых от мата. Сразу скажу, что нельзя бить на g4. Из-за простого взятия ферзем на g4. Потом забираем на g3. И просто постепенно матуем белого короля. Также нельзя забирать ладью на d8. Из-за жертвы ладью на g2. Потом конь е3 шаг. Забрали ферзя на d1. И конь f2 нападает на ладью. Нападает на пешку h3. У черных абсолютно выигрышная позиция. Но у белых есть защитительный ресурс. И это ход ферз. Д4. Уводя ферзя из-подвозможных боев. И что очень важно, прикрывая поле е3 от вторжения черного коня. Ну и вот здесь, после ферзь е4, объективно на доске равная позиция. Хотя, конечно, случится может все что угодно. Теперь уже черные должны найти единственный путь к спасению. И они должны пожертвовать ладью на поле g2. Потом поставить коня на f2. Грозя взятием на h3. Белые защищаются ходом слон h4. И здесь черные играют е5. Сгоняя ферзя. И потом ладья f8. Очень острая обоюдная партия. Которая, по мнению Движков, должна закончиться в ничью. Но как бы она закончилась на шахматной доске, не знает совершенно никто. Что ж, Янг Шиштов Дуда упускает эту возможность. И позволяет Мамидьярову красиво замотовать его после жертв всех фигур. И хода d4, открывающий дорогу для ладьи по пятому ряду. Кому понравился данный обзор, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. А с вами был Евгений Шувалов. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok